В середине лета был сформирован новый состав Общественной палаты Ленинского района, но к активной деятельности ее члены приступили только в сентябре. Были собраны комиссии, назначены их председатели. Работы много, поэтому общественники решили встретиться на очередном заседании, чтобы обсудить ряд важных вопросов. Им предстояло внести некоторые изменения в существующее положение Общественной палаты, проголосовали единогласно. А тема соглашения о сотрудничестве с Союзом машиностроителей России вызвала у присутствующих много нареканий. Ее решили отложить до следующего заседания. Зато вопрос о создании общественного контроля был воспринят положительно. При возникновении социально значимых проблем и вопросов мы создаем рабочую группу, общественный контроль выходит и полностью проводит весь цикл наблюдения, представляя интересы местного населения. Наша задача достоверно довести информацию, как от жителей до администрации или какой-то другой организации, и наоборот, с вышестоящих до инцов, объяснить людям, в чем сложность, какие проблемы, как они будут решаться. Обсудили и правила приема населения. Эта тема стала актуальной для председателей недавно сформированных комиссий, которые уже столкнулись с некоторыми сложностями во время своих приемов. Председатель палаты попытался объяснить лидерам общественного мнения, как должны проходить индивидуальные встречи с жителями. Если кто-то пришел, один владелец какого-то земельного участка, говорит, я не хочу, чтобы здесь мой забор стоял, я хочу, чтобы там он был на три метра дальше. Мы не решаем такие проблемы. Это его частные проблемы, частный вопрос. Мы решаем реально общественный значимый вопрос. Вот, опять же, пример очистных сооружений Куперинг, когда жители страдают, мы вопрос держим на контроле, выезжаем, консультируемся, запрашиваем информацию. В рамках третьего заседания член общественной палаты Алексей Рыбхин представил проект российской глубинки «Новую жизнь», направленный на восстановление и ремонт социальной инфраструктуры. В первую очередь, детской. По проекту в планах у нас проведение и поиска, мониторинга данных объектов, их уникальность, их состояние. Далее консолидация общества и рассказ об этих проектах населению. И проведение обычных мероприятий благотворительных по их восстановлению и ремонту. Коллеги Рыбкина, проект посчитали недоработанным, вопросов у членов палаты возникло больше, чем оратор мог дать ответов. Брать его под свое попечительство пока не стали. Юлия Погосян, Владимир Бижонов, Сергей Ларин. Видное ТВ.